В Лангипасе помогут отцам детей-инвалидов найти к ним подход. Проект «Особенный папа» запустят до конца месяца. По словам авторов идеи, чаще за консультациями к специалистам обращаются мамы детей с ограниченными возможностями здоровья. А отцы, как показывает статистика, отстраняются от воспитания. А то и вовсе уходят из семьи. Участникам проекта обещают психологическую помощь. А главное, научат общаться с ребенком с особенностями. Занятия будут проходить в кабинетах, которые безвозмездно выделил муниципалитет. Сейчас здесь идет ремонт, а оборудование для мастер-классов купили на грант. В группу наберут 12 пап. Занятия рассчитаны на 7 месяцев. Именно отцы невероятно влияют на самооценку, на уверенность в себе, на базовое доверие, на формирование базового доверия к миру у ребенка. В том числе у детей с ограниченными возможностями здоровья. Очень часто отцы хотят, но просто не знают, как взаимодействовать со своим ребенком. Вообще планируются очень насыщенные занятия. Когда папа будет понимать, что вот именно здесь он может задать вопросы, на которые он не мог найти ответа. На те вопросы, на которые обычно от пап отмахиваются. Которые неудобно задать. Ну, как спросить, как я могу общаться со своим ребенком. Мы же вроде бы как все знаем, как общаться с ребенком. А у него ребенок другой. Теннисный центр площадью 6 тысяч квадратных метров. Когалыми откроют в следующем году. По проекту в центре разместятся 4 корта, кафе и тренажерный зал. Прилегающую территорию 16 тысяч квадратных метров превратят в парк с удобными подъездами и парковкой. А само здание украсят витражами. Масштабное спортивное учреждение строят по стандартам, которые позволят проводить здесь соревнования федерального уровня. А наблюдать за состязаниями смогут 300 зрителей одновременно. Впрочем, и рядовые горожане получат возможность заниматься здесь спортом. Закончили 100% бетонные работы. Проложена канализация наружная, тепловые сети завершены. Закрывается объект, теплый контур возводится. Сейчас будут подвезены витражи, установлены витражи. Фасад, кровля закрыта и внутренние работы приступаю. Параллельно будет монтаж инженера сей внутренних. Когалымскому аэропорту проверили соблюдение эпидемиологических требований. Специальная комиссия прошла весь путь, который проделывает пассажир. На входе в воздушную гавань каждого встречает тепловизор. Ведь повышенная температура тела – один из главных признаков инфекции. В температурный мониторинг попадают не только те, кто входит в аэропорт, но и пассажиры, которые прилетают в Когалым. Везде расставлены рециркуляторы, которые обеззараживают воздух. Также следят за наличием в залах антисептика и одноразовых масок. Если в аэропорту приземлятся сразу два самолета, то пассажиров к выходу отправят разными путями, что называется, разводят потоки. На случай, если тепловизор выявит человека с высокой температурой, есть своя инструкция. В сопровождении фельдшера он отправится в специальный изолетор, где будет ожидаться приезда скорой помощи. У нас работник фельдшерского здравпункта сопровождает человека сюда. Естественно, у них есть перчатки, у них есть маски, у них есть халаты, у них есть головной убор специальный. Бывают и проблемные, конечно, пассажиры, но приходится объяснять. Как бы случаев таких не было, чтобы ругались с пассажирами. То есть находим общий язык. Культура обслуживания пассажиров для нас прежде всего. Культура обслуживания пассажиров для нас прежде всего.